а не привет здравствуйте мы хотели на самом деле у тебя взять интервью еще вчера по одной причине но сегодня после того как мы переговорили с одним из тренеров появилась другая причина расскажи пожалуйста ты знаешь где ты будешь тренироваться в следующем сезоне да вот то есть мы сегодня разговаривали с ним и он сказал что он рассказал кто уходит из его группы и рассказал кто приходит в его группу скажи пожалуйста ты довольна то что приходишь да конечно что согласилась рваться то есть это ты предложила или нет ну все равно хотелось конечно после юниорского возраста куда-то дальше упасть команду и и вроде не согласился но он согласился с радостью и так ладно пусть ну не знаю этого не надо спрашивать но он твою фамилию назвал да одно из первых расскажи пожалуйста себе за какой регион ты бегаешь я бегу за тюменскую область и там же родилась и всегда за нее бегала никуда не переходила и дальше буду бегать за нее то есть ты будешь как знаешь в спорте есть легенды там футболе там в хоккее которые играли всю свою жизнь это редкий очень которые играли всю свою жизнь там за один клуб ты планируешь быть такой легендой выступать всегда за один регион ну наверное да просто едом и все устраивает поэтому все хорошо и условия все да и все свои а скажи просто ты как попала в лыжные гонки у вас же там в тюмень это возможности гораздо больше чем в нарьян мари ну да но вообще сначала я занималась хоккеем чем 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 хоккеем я занималась детском садике играю стоять вот у меня брат хоккеист потому что и двоюродный брат хоккеист но как-то в садике мне отдали и на коньки поставили в три года получается и в первом классе в первый класс я пошла попаскала мне женское тело хоккей играть сам раньше лыжной занимался и да у меня детской внушеской школы в тюмени но слушай ты из трех лет стоишь на коньке почему тогда не фигурное катание или там конькобежный спорт но не знаю у нас рядом с домом была хоккейная коробка и как раз то мой возраст парни занимались и я не против была чтобы поиграть какие-то допусты хотя я хочу лыжи то фигурное катание сейчас занимался лыжами а понятно то есть если бы мама была фигуристка и пошла фигурное катание расскажи мне а вот первый тренер твой кто был первый тренер у меня белов алекс петрович ну потом в двенадцатом году он умер и я пришла в тюмени коврижных одежды дмитриевны теперь тренер школьные кузьмины но скажи вот ты переходила из группы в группу да там одному тренеру другому тренеру вот прям ну кроме разницы в объемах выполненной работы да там запланированной работы отличалась как-то методика да нет в основном методика не отличалась потому что еще как сказать дети все занимаются вот в принципе одно и то же было но у нас есть один плюс тюмени что у нас есть школа на скорой то есть это да вы из николайны то есть это ты в тринадцать четырнадцать лет бегаешь уже какие-то если показать результаты татья приглашают команду тюменской области то есть это ты уже из города или из из района и ездишь на более лучшие сборы более лучшие условия это тоже другой тренер специалисты как сказать уже более все по-взрослому становится чем в юношеской школе а вот и когда вы сборы проходит там сборы команды тюменской области проходит в тюмени ты живешь на сборах или дома на сборе живу но у нас не обязательно на жемчужные сибири сборы проходят мы выезжали и у нас есть допустим и село упорово такое где есть лыжерольная трасса 3 километра то есть асфальт хороший все хорошо условия как раз как бы для детей можно сказать не город ну село раз то есть природа все хорошо такие тренировки как развивающие для детей больше то есть и заводоковск городе заводоковске у нас есть центр там и биатлон и стрельбища на 3 станок то есть много у нас мест в тюменской области когда можно выехать на сборе и поэтому не всегда мы на жемчужной сибири были в основном выезжали где-то в тюменскую область и на вкатку мы ездили в ноябрьск вообще скажи а вот и сейчас переходишь группу к его лицу ты не боишься тех объемов которые будет давать егор который работал до этого с марксом крамором да нет я не боюсь я думаю все равно какой-то диалог будет с тренером поэтому бояться не надо я думаю как по-другому да согласен скажи пожалуйста ты ну наверное ты теперь знаешь да про проект на лыжи подписан у нас да конечно дизайнами да в инстаграме везде в ютубе обзоры гонок всех смотрю но тогда а ты здесь кстати как выступаешь но спринте обижала и гонку спринте было 35 коньковая гонка не прошла далеко было ну вот 35 результат на взрослом чемпионате россии как ты считаешь это хороший результат но я думаю это средний результат конечно можно лучше но конец сезона все устали этому но есть еще отметить отнести наших сборниц на которой там в двадцатке на кубке мира тут и уже даже не 25 да гораздо выше ну конечно чемпионат россии это такой шанс поучаствовать можно сказать с лидерами всем мира по лыжным гонкам поэтому пользуемся этим смотрим опыта набираемся а ты как вот на девчонок сборной смотришь там на юли берукова на наташу мотивирует наташу неприятно ты смотришь как на или вот ты смотришь как вот этап которому нужно идти вершину которому двигаться конечно те люди которым надо стремиться смотришь на них как выступают как бегают хочется конечно же также бегать набираться у них побольше опыта особенно вот говорю сейчас они бегают смотришь как проходит как подъемы как спуски как стартом относится а как ты на спринчик успеваешь посмотреть но тут все видно трасса же все открыто я видно и как и в подъем и как со спуской то есть мне это понятно не видно специалистами да на трасс на трассе стоим все видно да и пожалуйста совет один юным лыжникам самый важный по твоему мнению это что бы то ни было какая гонка ты не прошла никогда не унывать и не опускать руки спасибо да и это это и и и и и и